Так, мамкины дианонщики один день назад. Это какой-то новый ролик? Или шо это? Шо-шо ци такая? В видео хочу поговорить про мамкиных доксеров и дианонщиков. В последнее время, чекая предложку в своем телеграм-канале, я постоянно вижу, как подписчики кидают мне скринный переписок примерно следующего содержания. Некий аноним, разумеется, с фейкового аккаунта без аватарки, либо аватаркой максимально дебильный, присылает угрозу моему подписчику в таком ключе, что знает про него всю информацию, а именно, какой у него номер телефона, какой IP-адрес, и более того, актуальные домашние адреса жертвы и его ближайших родственников. Так это же, по сути, легко вычислить вообще про любого из нас. Ну, то есть, мало того, что по имени и фамилии это все можно вычислить уже сейчас, так если найти паспортные данные или даже номер телефона, то найдешь еще больше. Разумеется, за неразглашение данной информации анонимно... То есть, это просто даже через Google. Никакие даже... Нет, есть, конечно, специальные сервисы, через которые можно это сделать, но просто можно даже через Google. Начинает требовать у подписчика денег, или, что я еще частенько встречал, извинений за те или иные высказывания жертвы в интернете. И проблема в том, что многие мои подписчики в силу детской наивности, руководствуясь банальным чувством страха перед неизвестностью, что сделают с моими данными, куда они дальше утекут, а вдруг за мной действительно приедут, соглашаются на условия злоумышленников. Мне прям интересно, неужели он так... У него часто такая хуйня происходит в чате, ну, в комментариях, что его подписчикам такую хуйню несут. Или это просто вы имеете в виду рандомно? Так это вообще всем, не только у подписчикам, это вообще всем в целом. Либо переводят им определенную сумму, либо выполняют другие их условия. И зачастую, когда я читаю подобные переписки, я вижу неприкрытую панику моих подписчиков перед такой вещью, как Дианон. Поэтому целью моего сегодняшнего ролика объяснить моим подписчикам, почему ни в коем разе нельзя бояться Дианонов, ни в коем случае нельзя вестись на шантаж, и самое главное, как максимально, как это возможно, примитивными методами обезопасить себя в интернете от таких вот мамкиных Дианонщиков. Вообще, большинство мамко-доксеров обитает в токсик-комьюнити различных игр. Роблокс. Таких как Роблокс, Дота 2, Бабл Квас. Поэтому первый совет, который я тебе дам, это играть в нормальный... Я прямо зашел, помню, в Роблокс меня задианонили сразу. ...ли игры с дружелюбным комьюнити. Например, можно погрузиться в настоящий фэнтезийный мир, в комьюнити Эльфии, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ребята, за последние полтора года произошло огромное количество утечек личных данных пользователей, различных сервисов. Сливали истории заказов клиентов, а вместе с ними и домашние адреса, и номера телефонов, и даже комментарии к заказам из серии «Попросите крылышки на одной кости». До сих пор непонятно, являлись ли все эти утечки банальной ошибкой системы безопасности Яндекс.Еды или Деливери.Клаб. Но учитывая то, что происходить они начали сразу после начала всем известных событий, не исключает тот вариант, что утечки персональных данных были кем-то щедро проспонсированы. А учитывая дырявость нашей... Ну, кстати, теория хорошая, но какая-то шиза-теория. ...в законодательстве, когда тот же Яндекс за такую масштабную утечку персональных данных штрафует всего на 50 тысяч... Просто такие сливы всегда были. Ну, типа, всегда вообще. Хотя очевидно, что суммы штрафов за такой косяк со стороны крупных компаний должны исчисляться миллиардами. Вот с этим я согласен, между прочим. Я до сих пор не понимаю, почему такие копейшные штрафы. И там, по-моему, в какой-то момент увеличили их, если память не изменяет. Но вот все равно это несущественно для них. Многие недобросовестные сотрудники не гнуш... Там, блядь, поправьте меня, если что. Там, по-моему, первый раз, когда такая хуйня произошла, там была какая-то штраф, там 50, по-моему, тысяч рублей или 500, что-то вот такое. И потом это увеличили то ли до 5 миллионов, то ли еще что-то. Могу с цифрами не ошибаться, поэтому поправьте, но я точно помню, что увеличили. Но все равно это несущественно. Они решаются принимать себе на крипто-кошельки внушительные суммы, чтобы нужные данные ненароком утекли в сеть. Я думаю, ежу понятно, что такие утечки спонсируются явно не для того, чтобы кошмарить школьников в интернете. И даже не для того, чтобы точечно шантажировать каких-нибудь блогеров, криптоинвесторов, каперов и прочих подобных ребяток. А сделано это, чтобы элементарно посеять панику среди населения, что их персональные данные ни капельки не защищены. И к чему я это все рассказываю? А к тому, что сейчас для того, чтобы раздианонить человека, нет необходимости покупать какие-то данные в интернете, вычислять по IP и совершать множество других хитроф***ных действий. Ну да, блять, я тебе говорю, сейчас можно найти где угодно. А практически все базы находятся в том же телеграме, либо вообще без... Как же ты заебал сверлить-то меня, господи. Ладно, либо цена вопроса, недорогая подписочка на бота в 100-200 рублей. Поэтому если какой-то абсос со странным ником и странной аватаркой пишет тебе в телеграме, что знает про тебя все, и начинает шантажировать, что воспользуются данной информацией, если ты не примешь его условия, а ты при этом не какая-то важная шишка, а обычный шкалозавар из 8-го Б-класса, который ну уж точно не мог перейти дорогу к каким-то серьезным людям, а из врагов у тебя только Васян Забивной из 8-го А, с которым ты не поделился чипсами на прошлой перемене, то кому-кому о тебе бояться, что твои личные данные куда-то утекут, и уж тем более какие-то опасные люди ими воспользуются, стоит в последнюю очередь. Поэтому если ты получаешь... Ну, скорее всего, действительно, ничего прям сверхплохого не случится, ну, кроме, возможно, каких-то определенных спам-звонков постоянных, знаете, вот эта ебучая база для обзвона мошенникам, наверное, это самое худшее, что может произойти, ну, вот именно для тебя. Вот для других чувачков там, конечно, пострашнее ситуация, ну, если смотреть объективно. Это правда, это правда. Синд, я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся, блядь, да. ...подобного рода угрозы, то в первую очередь ни в коем случае не вздумай поддаваться... Бомбер кинут, ну да, бомбер максимум кинут. Да не, я говорю, ну, там самое худшее, сука, что может произойти, ну, вот если брать именно твой адрес, тебе закажут пиццу и скажут, оплати его на месяц, скажешь, я не заказывал, и все. Ну, и тебе мозги поебет, курьер скажет, бля, слышишь, я же тебе заказывал, ты че, эээ... ...пантажу и выполнять условия этого мамкиного дианонщика. А если вдруг тебе начинают угрожать с... ...вызовом ментов на твой домашний адрес под предлогом, что ты у себя, не знаю, там, выращиваешь котики, то тут же скринь данную переписку, а лучше запиши ее на скринкаст. Обязательно скринь юзер-ид злоумышленника. А также перешли абсолютно весь диалог себе в избранное. Если ты залогинен в телег... Ну, кстати, тоже факт, если такая хуйня происходит, надо делать моментально всегда. ...прям из компа на винде, я просто не знаю, как это делать. Просто у меня ощущение... Ну, я понимаю, что такие примеры есть, но, блядь, мне кажется, что их не настолько дохуя, как, ну, типа, маразм описывает. Ну, правда. Мои данные давным-давно слиты. Давным-давно, по миллиарду раз. Мне, ну, блядь, пишут, ну, не сказать, чтобы часто по этой хуйне. То есть, наоборот, всем поебать абсолютно. Моим знакомым, у которых тоже все слито давным-давно, им тоже по этой теме не пишут. Хотя их данные, ну, казалось бы, лучше, ну, выгоднее дианонить. ...выз других операционных систем, то там есть такая функция, как архивирование истории чата, когда у тебя весь чат сохраняется в отдельной папке на компьютере. Все это нужно делать на тот случай, если злоумышленник захочет удалить... Таких чолов дохуя стало последние месяца. Именно в последние месяца, да? ...с переписку для обоих участников. Затем... Ну, ХЗ, возможно, такая тема есть. Прям, ну, я просто не знаю, сколько это в массе своей. ...обязательно рассказываешь о данной ситуации своим родителям. Потом желательно для большей доказательной базы пойти с родителями в ближайший нотариус и заверить все существующие скриншоты и записи экрана. Потому что по закону скриншот является доказательством только в том случае, если нотариус заверил, что в определенное время на определенном ресурсе происходили определенные действия. Если злоумышленник на вас наседает и требует, чтобы вы в срочном порядке переводили ему деньги... Хорошо, а что если делать вот такая ситуация? Чел тебя нонстопом спамит, занимается условным свайсингом, ну, это если самое худшее развитие событий, или просто заказывает, а ты не можешь его вычислить просто потому что... Ну, у него, допустим, нет номера телефона, у него нет привязки к этому аккаунту, и он просто абсолютно, абсолютно анонимен. Или еще хуже, знаете, когда он заходит через VPN, другой VPN, другой DNS, короче, вот абсолютно по максимуму защищен. А учитывая, как у нас все работают, ну, там никто не будет его вычислять. Особенно если это какой-то Вася Пупкин приходит с заявлением, все просто возьмут это дело и пошлют нахуй. Ну, просто, ну, потому что зачем? Так что да, ты можешь заебаться, но, к сожалению, вот, ну, просто живем в таком мире, что скорее забьют хуй люди. Нет, если, конечно, у тебя там, ты видишь прям номер телефона, чувака, то кайфуй, иди, иди там опрашивайся. Но, считывая, как интернет неанонимен, да, именно поэтому есть дохуящие люди, которые занимаются свайсингом и так далее, и так далее, и так далее, и их поймать никто не может. Ну да. Старайтесь максимально тянуть время. Не знаю, говорите ему, что... Просто, ну, мы живем в таком мире, что пока что определенные люди не заинтересуются поиском, они будут все это, ну, как-то на полупассивном режиме все отрабатывать. Бош, это Россия. Ну да, ты думаешь, такая хуйня только в России? Тебе напомнить сколько примеров свайсинга условно вашей любимой Америки? И сколько примеров, когда чувак просто сидел фул на анонимичах, его не ловили? Америка! Е! Вперед! У вас есть деньги, но вы должны дойти до банкомата и положить их на карточку, что у вас в данный момент репетитор, что мама позвала ужинать, да все что угодно. Затем в идеале... Это просто везде, ребята. Но в целом, я думаю, что таких чуваков могут найти, честно. Просто вопрос именно, когда именно им очень хочется. К примеру, если до какого-то блогера доебется или дошкольник какой-нибудь чел, который будет постоянно звонить, заказывать пиццу, угрожать данными, я думаю, ничего не произойдет. Ну, то есть просто там люди не будут подрубать все возможные рычаги. Если доебутся до несколько более ебнутых вещей, допустим, до очень интересных генералов, политиков, я думаю, там уже подключатся определенные личности и определенные рычаги давления. И там, конечно, уже всех найдут. Но, опять же, это немножко другая история. Со всеми доказательствами, заверенными у нотариуса, идете в правоохранительные органы и пишете заявление. А букет статей у этого мамкиного дианончика соберется знатный. Это и незаконный сбор и хранение персональных данных, это и шантаж, в каком размере зависит от того, сколько у вас это чучело запросило. А если имели место быть, как я уже описал, угрозы сверчинга на твое имя, то тут уже и подавно статья посерьезнее. И очень будет хорошо, если в отделе... В Северной Корее не получится слить данные, потому что там ничего такого не происходит, там нет данных, там все на бумаге. ...добросовестные менты, которые дадут ход данному делу. Все-таки при желании таких вот мамкиных хакеров-мазафакеров спокойно можно найти. Даже если они сидят через 10 VPN-ов и используют покупной телеграм-аккаунт, зареганный на зимбабвийский номер. Поверьте, с современными возможностями кибербезопасности ловили голубчиков и похитрее. Ну а если, что более вероятно, менты даже не возьмутся доводить это дело до ума, то просто пишите этому полуфабрикату, что заявление в органы уже написано, а все скриншоты заверены нотариально. И поверьте мне, учитывая, что твой злоумышленник это, скорее всего, возомнивший себя анонимусом 14 и максимум 16-летний звездюк, Ну это да, это да, скорее всего, в большинстве случаев так и есть. ...ты вылез без года неделя. Но после такой новости, а если ты еще и сфотографируешь заявление, разумеется, закрасив все лишние детали, знатно так подсядет на очко и будет сам тебя умолять, чтобы ты это заявление забрал. Да и в целом, поверьте мне, ребят, я это вам говорил уже не один раз, но буду повторять еще. Я понимаю, что это всегда стресс, когда ты вроде бы обычный человек, живешь своей жизнью, никого не трогаешь, и тут резко узнаешь, что абсолютно все твои данные лежат в открытом доступе. Ну а если ты не промышляешь какими-то темными делишками, не являешься каким-то важным человечком, то ты нахрен никому не нужен. Вот, кстати, вот на этом можно было ролик закончить и не рассказывать про миллиарды способов подать жалобу. Ну правда, типа, ну если, короче, ребята, вот говорю вам, если вы открываете профиль чувака и там нет ничего, кроме, допустим, просто этого логина, и он не ведет никуда, можете просто чувака послать нахуй, потому что единственное, что там салют, ну просто где-то ваш адрес, может максимум закажут вам пиццу, блять, не знаю, позвонят вам из порно-магазина, скажут, что вы заказывали огромный делдак, но это самое хуевое, что вас ждет. Если вы видите номер телефона, хоть какие-то дополнительные данные, по которым можно отследить этого человека, то да, вы уже можете попытаться разобраться через суд. Тогда, конечно, чувачку будет очень неприятно, и вообще, на самом деле, я только за то, чтобы вы доводили эту тему. Но в большинстве случаев, скорее всего, вам придется просто-напросто забить хуй и перетерпеть, просто потому что у нас, к сожалению, такой вот мир. Блять, да, да, грустно, скажете, бля, не терпел, я не такой, да хуй, блять, плавал. В данном случае ты просто ничего не сделаешь. Ну да, ты пойдешь, там, сделаешь бумажечку, да блять, мужик, с тем же успехом ты можешь, не знаю, просто найти вот этот какой-нибудь акт, нотарию, ну, нотарию, где-то вот заверил, получается, документ, просто фотошопить его и то же самое ему отправить, даже мозги не ебав. Все равно это никто ему ничего не приведет, полиция его в жизни не найдет. А чтобы чувак на очко сел, ну, достаточно там потратить минут пять. Все, пользуйтесь, ребята. И даже если ты действительно где-то накосячил, не знаю, там, полюбив чужую мамку в интернете, то даже в этом случае 99% угроз в интернете, они навсегда так и остаются в интернете. Еще раз повторяю, что спецслужбы или какие-то другие не последние в этом мире дяденьки, если захотят вас найти, они уж точно не станут вам присылать никакие угрозы с фейковых аккаунтов, а просто молча вас найдут. Ну, кстати, это факт, даже люди, которые занимаются этим, есть прям такая штука, короче, занимаются хантингом, бля, я забыл название. Когда, короче, к тебе просто приходят, допустим, делают фотографии, уходят, ну, вот так, они тебе не звонят, они просто это делают, а потом уже, когда приходит дело, когда работа выполнена, они, допустим, отправляются ему чуваку, и он там уже решает сам, что делать с этими фотографиями, я не помню просто, как это называется. Поэтому получаешь угрозы такого характера от мамкиных генералов, либо делаешь все то, что я описал выше, либо, если тебе впадло этим заниматься, просто кидаешь злоумышленника в блэк-лист, и ни в коем случае не переживаешь, что это приведет к каким-то там последствиям. Максимум, что этот мамкин генерал может сделать, это отправить тебе смс-бомбер, но я думаю, со включенным на 5 минут авиарежимом, ты это спокойненько переживешь. Теперь же мы переходим ко второй части ролика, а именно к простейшим правилам безопасности в интернете, которые желательно соблюдать каждый день. Так, мне даже интересно, какие можно правила безопасности, если в основном, ну, ты хочешь или не хочешь, все равно сольешь свои данные. Ну, если ты хочешь просто, ну, если ты живешь, тупо живешь, ты все равно сольешь свои данные. Ну, так просто произойдет. У юзеров. И так как сейчас огромное количество школьников помешаны на сетевой анонимности, а именно покупают себе левые аккаунты в телеге, сидят с 10 VPN-ов, и думают, что так-то их точно никто не вычислит, и можно творить любую херню. Поэтому тут стоит сделать помарочку. Правила, которые я озвучу, нужны не для того, чтобы скрываться от товарища майора, потому что товарищу майору ты в херню уперся, как бы ты сильно не пытался от него скрыться. Пока ты своим друзьям не рассказываешь, как ты планируешь устроить кауэн, пока ты не гуглишь, как изготовить тарел в домашних условиях, пока ты, не знаю, там, не сливаешь украинцам местоположение воинских частей или других режимных объектов, в личных диалогах ты можешь хоть президенту смерти желать. Только украинцам. Только украинцам. Если ты сливаешь российским, то ничего не будет, то ты молодец. Осуждаем такое. Никто... Ну, опять же, если, конечно, ты в России. Если в Украине, то немножко другая история. Тебя разыскивать не будет. А если ты всё-таки делаешь то, что я выше перечислил, то поверь, никакие VPN-ы, турбраузеры, хуниксы, тейлсы, заклеенная вебка ноутбука, масочка из фольги, тебя не спасут. Ну, кстати, вот насчёт заклейки вебки, я с ним не согласен. Мне кажется, хорошая идея, потому что, ну, бывают такие истории. С вебочкой, на самом деле, ну, лучше её прикрыть. Если ты настолько будешь нужен спецслужбам, то поверь, у них найдутся ресурсы, чтобы взять тебя за одно место. И если ты не хочешь быть неуловимым Джоном из анекдота, который постоянно от всех шифруется, в то время как никто его даже и не разыскивает, то заморачиваться с полной анонимностью в интернете и становиться... Ты закрываешь камеру? Так она у меня, по сути, одна, я просто выключаю её. Даже если кто-то подключится как-то, не как-то, правдами-неправдами, без разницы, он всё равно сигналы никакого, ну, не увидит, потому что я просто вырубаю, и какая разница? С параноиком, если ты нормальный человек и ведёшь нормальную законопослушную жизнь, уж точно не стоит. А простейшие правила безопасности, чтобы не попасться на мошенника, всё-таки лучше соблюдать. Первый совет, который я тебе дам... Когда дрочишь от камеры... Кстати, бывает история, я помню, как ты дрочил и камеру забыл вырубить. Бля, я так напрягся, ребята, вы этого не представляете. Обязательно установи пин-код на свою сим-карту. Зачем? Объясняю. Никто не исключает вероятности, что у тебя могут... Кстати, насчёт пин-кода, да, это прям супер факт, потому что если пин-кода нет, могут даже, получается, через сообщение перекинуть деньги своей карты. Есть там какой-то способ, то есть через тот же Сбер, через СМС-ки, там понемногу, можно спокойно бабки переотправить. Так что пин-код на карте, это супер обязательная история. Украсть телефон, или ты сам можешь его где-то потерять. Но даже если разблокировать твой телефон у недобросовестных людей не получится, или ты заблокируешь телефон удалённо, то злоумышленник, который нашёл твою мобилу, спокойно может вытащить из него сим-карту и попробовать зайти в твой банковский аккаунт, в твой телеграм, да и в любой другой сервис, привязанный к номеру. Поэтому устанавливать пин-код на сим-карточку обязательно нужно. И это ни в коем случае не должна быть дата рождения твоей мамы или кошки. А также ни в коем случае этот пин-код не должен совпадать с паролем от твоего телефона. Потому что пароль могут и подсмотреть, если это кому-то будет нужно. Дальше, раз уж мы заговорили о паролях, не используйте один и тот же пароль на всех сайтах, даже если по дефолту он у вас очень сложный. Потому что мошенники, взломав какой-нибудь ваш мусорный аккаунт, например, от сайта знакомств города Савар... Я не знаю, кстати, у меня дохуища пароли их вариаций. Причём у меня есть... Даже есть одна вариация пароля, которая делится на пять других вариаций. И эти пять других вариаций делятся на другие вариации. Могут получить доступ и к более ценным аккаунтам, которые в... У меня, по-моему, самый большой пароль, там около 20 цифр. Что вы понимали, 25? Чё-то вот такое среднее. По-моему, 25 или 20... Не, по-моему, 20 цифр у меня в самом большом пароле. В дальнейшем могут вас компрометировать. Как ты запоминаешь? Да легко. Но я же его часто использую. Ну, как часто? Я использую его редко. По сути, только там для пары 20. Я только на нескольких соцсетях, то есть на Ютубе у меня 20 цифр. На Твичо у меня не 20 цифр, допустим. Поменьше. По-моему, ВКонтакте у меня тоже 20 цифр. И, по-моему, кстати, всё. От жизненно важных аккаунтов, например, Яндекс.Почты, ВК, Телеграма, я тебе советую использовать максимально длинный... 20 цифр? Ну, блядь, 20 символов. Похуй. Там, блядь, ну сейчас не сделаешь просто пароль, есть столько цифр. 20 символов. Ну и сложные пароли, содержащие в себе большое количество цифр и символов. Пароли не должны... Как ты помнишь пароли от рандомных сайтов? А я и не помню их. Если какие-то просто рандомные сайты одноневки, я захожу и использую авторизгенерированные пароли, допустим, от Яндекса или кукол Хрома. Ну, если прям какой-то рандомный, нахуй мне ненужный сайт. А он у меня сохраняется в базе паролей, и если вдруг мне нужно, ну, туда зайти, если нет пароля, я просто восстановлю его и зайду опять. Но всё равно этим сайтом пользуюсь раз в год, допустим. Либо раз в два года, я не знаю. ...держать имён, номеров телефона твоих родителей, даты рождения твоей бабушки и так далее. Желательно использовать максимально не связанные с вашей жизнью слова и набор цифр. Ну и разумеется, пароли должны отличаться. Ни в коем случае не храни свои пароли в облачных сервисах. Даже если условный Google Chrome спрашивает у тебя, сохранить ли твой пароль для удобного хода... Похуй, я хороню их только на сайтах, которые не захожу. Там похуй. А если даже у меня пароль узнают на YouTube, они в жизни не зайдут. Я уже сколько раз палил пароли и на YouTube, и на Twitch и так далее, и так далее. У меня, ну, просто у меня есть телефон ещё для аутентификации дополнительный. Поэтому так похуй. На основные соцсети вообще поебать. Хотите? Прямо супер. Возьмите себе второй номер телефона, на который у вас всё будет зарегистрировано. И где вы его жизни нигде не будете палить. Можете даже на другой паспорт какой-нибудь там мамы, бабушки взять его. Всё, забейте хуй. Я помню, как-то в Дискорд не мог зайти, потому что я проебал номер телефона. Ну, просто, вот у меня нет номера телефона, я зайти не мог в него. Вот здесь, конечно, свой минус, но всё равно. Поэтому двойная аутентификация, это прям имба, ребята. Советую. Но в дальнейшем попадёшь... Пользуйтесь, крутая штука. ...на фишинговую ссылку, и все твои пароли утекут. Но ты же меня спросишь, а как все эти пароли запомнить? Для удобства я советую использовать такую программу, как Кипас. Она бесплатная. Ооо, заебись, заебись, заебись. В облаке хранить нельзя, а вот в какой-то программе, заебись, классно, классно, классно. А вот в этой программе просто получается... Я не буду что-то программа, потому что она какая-то охуенная, блядь. Но просто, дай подумаю. Ты мне предлагаешь программу, хуй знает от кого, где, возможно, есть, ну, скрытые файли, которые запоминают все эти приколяхи. Допустим, где-то внутри кода чего-то есть что-то по типу червя, который мне что-то потом отправит эти данные. Заметки тем. Ну, блядь, реально, ну, уж если выбирать какие-то пароли, где не можешь запомнить, воспользуйся блокнотом. Вот реально, хотите программу, где ты запомнишь себе пароли? Берите блокнот. Все, вот это реальная тема. Блокнот от Windows. Сохраняй, никто в жизни не доебется до этого. Или заметки на телефоне. Все, самое лучшее место. Вот это я, блядь, хуй знает, что такое. Возможно, какая-то база, крутая прога для пользования. Но, почему тогда это заебись, а облака нет? В этом плане, который в браузере. Если так же, кипас, ну, скорее всего, можно взломать. Допустим, я помню, когда я был помладше, я червя отправлял, он вообще все, что можно, типа, искал на ПК. Типа, почему это засейвит тебя? Я хуй знает. Ну, возможно, здесь хуйню несу, хз. Но, если уж выбирать, то берите просто блокнот ебаный, мозги не ебите. Windows может смотреть твои блокноты. Блядь, тогда берите, сука, ебучий листочек и пишите на нем. Вот просто на бумажке, вот как в GTA, помните, пароли писали? Вот, все, там пишите. Тогда вы реально засейвите все пароли там. ...как для винды, так и для мака. Также есть версии для андроида. Эта программа хранит твои пароли в локальной базе данных. Мастер пароль, от которой знаешь только ты. Причем формат файла базы данных кроссплатформенный. И одной и той же базой ты можешь пользоваться на любом устройстве. Но, на всякий случай, если база данных крашнется, записывайте дедовским методом все существа... Ну, то, что написал, блядь, это то же самое, что поставить в браузере и пароль... Ну, короче, не пин-код, тоже пароль на твою базу паролей в облаке. То же самое ровно. Ебать, ладно. ...пиши пароли на листочек. А затем спрячьте этот листочек в то место, которое вы точно запомните. Обязательно на все аккаунты, где хранится какая-либо важная инфа, ставь двухфакторную аутентификацию по номеру телефона. В Телеграме, я думаю, не стоит говорить, что нужно ставить пароль. Причем без возможности восстановления через твою почту, так как почту легко ломануть. Не, реально, легче всего написать на листочек, я с вами согласен. Просто записать на листочек, кайфуйте. Также, думаю, говорить вам о том, что пароль от Wi-Fi нужно использовать максимально длинный и запутанный, нет необходимости. Обязательно шифруй свой жесткий диск на компьютере. Если у тебя винда, то тебе поможет программа VeraCrip. Если у тебя Mac, то там, в принципе, встроенный файл Vault достаточно хорошо с этим справляется. Не вздумай на всяких сомнительных... Охуенно. А потом ты просто идешь оформлять, ну, идешь налоговую, все делаешь, оформляешь, и твои данные неожиданно нахуй сливаются. А ты все это время сделал, как долбоеб, просто пытался шифроваться ото всех. Да, да, неудобно. Ребята, просто понимаете, в чем прикол? Мы сейчас живем в таком мире, где, ну, по вашему имени, я уже говорил в самом начале, когда мы смотрели вот этот видос, ваши данные уже давно все слили. Просто по имени. Если вы когда-нибудь решили, ну, додумались, допустим, участвовать в турнире по КСке, там уже ты пишешь номер телефона, скидываешь свой стим и все-все-все-все подряд. Вот, ну, просто сори. Ну, кстати, очень мало людей сейчас есть, у которых нет, ну, так или иначе, цифрового следа. Ну, блядь, таких единицы. Вы сейчас можете начать... Ну, вот он говорит, бля, ребята, вам не поможет нахуй. Не вот эта шапочка из фольги, не закрывать вебки. Он предлагает вам ровно то же самое. Ну, правда, ровно то же самое. Причем это дефолтные способы защиты. Скипасом, я считаю, на самом деле, гемор какой-то. Но, если кому-то нравится, я не осуждаю, просто говорю, что я смысла от него особого не вижу. Ну, возможно, есть, может, неправ, но небольшой. Короче, просто расслабьтесь, серьезно. Если вам какой-то долбоеб пишет по вашим данным, вы скажите, блядь, похуй. Отправит вам бомбер, отправит вам пицца, скажите, да блядь, похуй. Кто заказал, сами разбирайтесь, я еще не ебу. Все. ...вводить свои паспортные данные. Или чего лучше отправлять свою фотографию с паспортом в руках. Да даже на каких-то официальных сервисах, если есть возможность лично приехать и подтвердить твои паспортные данные, то лучше потратить время и приехать лично, чем потом твою красивенькую фотографию с паспортом в руках где-то солью. Почему это так страшно, я так понимаю, ответ очевиден. Подожди, а где вообще паспорт нужно показывать, кроме, ну, блядь, подожди, я просто думаю, где в онлайн-сервисах мне требовалось показать паспорт? Да нигде. Роблокс, ну только Роблокс, кстати. Я кроме Роблокса ничего не вспомню. Ну вот ставки, ну типа ставки, банк, ну это дефолтные вещи достаточно. Я говорю вот что-то такое уж, где надо реально приезжать разбираться. Это, по-моему, никуда. Ну то есть ты реально приедешь, не знаю, там, в главный офис Винлайна, чтобы показать свой паспорт? Это странно, в госуслуги, но типа ты приедешь... Нет, а где госуслуги? Там ты госуслуги тоже скинешь? А приедешь к их месту, чтобы показать свой паспорт? Бля, ребята, мне кажется, что, ну, если сервис сам по себе суперстранный, то там некуда приезжать, подтверждать свой паспорт. Я просто даже представить себе не могу, куда надо приехать. Что может быть скамом? Блядь, ну вот правда, у всего списка, банки там, больше всего, как скаму звучит этот, Роблокс. Причем рафланта ебало заключается в том, что твои данные, твой паспорт, так или иначе, вы все равно фотографируют на месте, куда вы приходите. Там все равно берут скан, то есть, и все-все-все-все-все. То есть, какая разница, все равно у них будет, получается, эта копия. Короче, я нихуя не понимаю. Гази, доставки на дом, я тебе советую не использовать свое настоящее имя и свой действующий номер телефона. Если уж прям часто пользуешься доставками или такси, заведи на всякий случай вторую симку. Думаю, ты бы не хотел, чтобы история твоих заказов с адресами вплоть до номера квартиры в один прекрасный день появилась в какой-нибудь открытой базе. А такие прецеденты уже были, поэтому тому же Яндексу я что-то доверяю не особо. Типа... Ну, то есть, окей, там все равно по этому номеру телефона идут твой адрес. Или ты будешь притворяться вообще другим человеком и заказывать себе... Ну, то есть, блядь, все равно по этому номеру телефона могут найти. Какая разница? Ну, нет, если, конечно, ты будешь еще другого человека из себя строить, то есть, допустим, ты какой-то Адольф, Адольфович, заказываешь туда-то, и вот непонятный номер телефона, конечно, тебя в жизни через Яндекс не найдут. Тогда да, тогда да. Теперь же к правилам поведения в социальных сетях. До такой параноидальной шизы, как не используя ни в коем случае свое настоящее имя, не выкладывая никуда свои настоящие фотографии, мы опускаться не будем. Так как всяких дебильных аккаунтов школьников в телеге, которые используют тупорылые ники и ставят себе всякую хуйню на аватарку, думая, что таким образом они сохраняют конфиденциальность, и так уже навалом. Я еще раз повторяю, если ты адекватный человек, который не творит хуйни, никому твои фотографии, твое имя в хер не уперлись. Но все-таки в том же ВКонтакте я бы тебе посоветовал поставить закрытый профиль. От лишних глаз, так скажем. А вот что я тебе уж сильно не советую делать в том же ВКонтакте, это устраивает срачи в комментариях различных пабликов. Обсуждать политику. Закрытый профиль ВКонтакте, кстати, спасает. Очень сильно. В скобочках нет. Потому что все равно ты можешь найти сообщение, ну, найти просто через гугл сообщение, где ты писал даже что-то с закрытым профилем. Ну, это вообще не проблема. Так что, ну, единственное, что ты спрячешь, наверное, это описание, которое и так у тебя должно быть зарытое. Я хуй знает. Любить чужих мамок, поверь мне, от того, что ты не посрешься с кем-то в комментариях, кардинально твоя жизнь не изменится. А вот в зависимости от того, что ты там напишешь, может вполне найтись человек более принципиальный, который как минимум тебя вычислит и напишет твоей мамке, чем ты в интернете занимаешься, а как максимум напишет на тебя заявление. Да и в целом, я тебе советую в интернете все-таки базар дофильтровать, чтобы лишний раз не наживать себе проблем. И помни, что ни ВКонтакте, ни даже в Телеграме твоя переписка неанонимна. Поэтому, если товарищ майор до сих пор до тебя не добрался, то это значит, что ты нахрен ему не нужен. И единственное, чем тебе поможет эта якобы анонимность, это то, что ты максимум какого-нибудь школьника на 300 рублей на аккаунт в Роблоксе кинешь. И сколько ты там удаляй, не удаляй переписки. Если ты занимаешься действительно какой-то опасной херней, все эти удаленные переписки спокойно поднимаются и спокойно против тебя используются. Исключение может быть только секретные чаты. Но секретные чаты хранятся на твоем устройстве. И даже если ты удалил этот чат в Телеграме, то с устройства принудительно ты его удалить не сможешь. Ну, короче, ладно. И даже скачивать какие-то фотографии в случае не сможешь. Короче, ну уже по второму кругу все идет. Бля, я часто не знаю, для кого этот ролик. Наверное, прям для людей, которые только-только-только сейчас познают интернет. Правда. Для людей, которые сидят в интернете даже больше одного дня. Блядь, это, ну... Я, наверное, не так все прекрасно понимаю. Хотя, если ему пишут, возможно, есть реально чуваки, которые думают Блядь, меня задианулили, пиздец, что мне сделать? Ааа! Бля, я не понимаю, сейчас мне будут пиццу заказывать! Ааа! Да не, в целом все правильно говорит. Просто я в ахуй, что вообще эта тема вновь поднимается в 2023 году. Ну, возможно, это правильно, потому что не все себя чувствуют, скажем так, в безопасности в интернете. Поэтому почему бы не объяснить какую-то базу, так сказать. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.